Наша иллюзия, что мы можем заставить другого человека видеть мир так же, как его видим мы, задача нерешаемая. Он все равно его будет видеть как-то по-своему. Ваша задача, когда вы взаимодействуете с человеком, найти общие точки соприкосновения и на этих вот общих позициях сформировать здание ваших отношений. Оно может быть объемным, если этих точек много, и оно может быть не слишком объемным, если точек соприкосновения у вас с ним мало. Но заставить перековать его, сделать его под себя другого человека невозможно. Даже своего ребенка невозможно сделать таким, каким вы хотите его видеть, потому что он другое биологическое существо с точки зрения его генетики, с точки зрения условий, в которых формировался его мозг. Он другое существо с точки зрения того опыта, который он пережил и так далее. Поэтому невозможно других людей сделать под себя. Если вы хотите построить серьезные, долгосрочные отношения с другим человеком, главное, чему вы должны научиться, это принимать совместные решения. Что такое совместные решения? Совместные решения, когда и я принял это решение, и человек, с которым я состою в паре, принял это решение. Это мое решение, и это его решение, а не просто компромисс. В противном случае получается очень опасная штука. Перепасовывается ответственность, и в конечном итоге начинают страдать все. Я страдаю из-за того, что другой человек принял решение, а я вынужден с этим соглашаться, моя личность фрустрирована. Если мы проигрываем, и решение плохо срабатывает, дальше страдает тот, кто принял на себя ответственность, потому что он вроде бы теперь должен за это и отвечать, и нести этот груз. Это плохая игра. Научитесь принимать решение, которое будет и вашим, и вашего партнера одновременно. Я часто говорю о важности других людей в нашей жизни. Эта важность, прежде всего, эмоциональная, когда есть люди, которые нам дороги, с которыми мы хотим вместе проводить время, с которыми мы не чувствуем себя одинокими. Но есть и второй аспект, менее приятный, но, может быть, даже более важный. Дело в том, что другие люди являются фактором, который заставляет нас что-то делать. Если эти другие люди ждут от нас каких-то действий, решений и так далее, мы не можем бесконечно откладывать, потому что иначе нам придется их избегать. И когда в вашей жизни есть люди, перед которыми вы чувствуете внутренние обязательства, вам легче самим собраться с силами и начать делать те планы реализовывать, которые перед вами стоят. Поэтому, может быть, это и не так приятно знать, что ты должен тем, этим, пятым, десятым. Но если вы хотите, чтобы у вас были силы, вы должны этих людей находить.